В сегодняшнем выпуске лета 58-го вы увидите Как я справляюсь со стрессом Евгений справился с ужасом Он, правда, весь в дерьме теперь сидит, но он справился Как я сталкиваюсь с дискриминацией Теперь здесь не рады И, наконец, осознаю, откуда берется свет А из чего он горит, собственно? А-а-а, отсюда Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в игру Summer of 58 Короче, друзья, сегодня один из тех дней Вы наверняка испытывали подобное Когда вот ничего не хочется делать Постоянно тянет на кровать Полежать, поспать, вообще забить на все дела И вот сегодня у меня такой день Как раз-таки, дождь за окном Серое небо, ужасно И я подумал, что надо себя как-то взбодрить И вот хоррор, мне кажется, самый лучший для этого кандидат Чтобы взбодрить Евгения Сейчас мы вместе с вами взбодримся Если у вас тоже сегодня ленивый день Отвратительный, понеслась Иногда люди выдумывают то, чего нет Им кажется, что какая-то сущность управляет их разумом и их жизнью Они совершают ужасные вещи, от которых можно сойти с ума И я не верю в паранормальные явления Я верю, что в бедах, которые совершают люди Виноваты они сами или те, кто их до этого довел И для того, чтобы вы поверили своим глазам Так, что это? Кто это? Что это? Игра играет за меня? Что за типо... Это типо от Леста и Пяти? Блин, что происходит? Продолжить А, это заставка Окей, хорошо Мы не дочитали Нам не дали дочитать Ну ладно Bastard Ублюдок Ненависть Это все граффити Надписи на стенах Это какой-то летний лагерь Кто из вас был в летних лагерях? Я был в летних лагерях Мне там чертовски не нравилось Полный отстой Музыка в стиле Stranger Things Сейчас модная эта тема получается Такой музыки Я обшарил все углы Но так и не нашел никаких доказательств Подтверждающих паранормальную активность в этих домах Теперь я следую в заброшенный пионерский лагерь в России По просьбам своих подписчиков Чтобы выяснить правдивы ли слухи О которых столько лет говорят местные жители Говорят, что в этом месте есть призраки погибших людей От рук одного проживающего Его самого так и не нашли Тела тех людей тоже не найдены Местные жители обходят это место стороной А те, кого коснулась эта трагедия Не дают открывать двери этого здания В память погибшим и пропавшим Я приехал в Россию Чтобы разобраться в произошедшем Выяснить правдивы ли слухи И найти этому доказательства Соблюдая свою традицию Я заколачиваю за собой двери здания Чтобы не было соблазна покинуть его И остаюсь здесь на несколько ночей Записываю репортаж С собой у меня видеокамера Спальный мешок Рюкзак с вещами Идой Мы здесь Эмик Геймс представляет Нужно исследовать этот лагерь Давайте исследовать Я не понимаю, что здесь написано Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем Это я, русско-английский словарь Первый в мире Наш советский Спутник огромной земли А, это сообщение про то, что мы спутник запустили Это высоко напряжено Этот предохранитель перегорел В здании нет света Чёрт Что у меня есть? Так, я могу зумить И всё Могу ходить Присаживаться И типа бежать Я жму shift Это ускоряет ровно на 0,1% Но у меня же есть камера ещё Как мне её включить? Ладно Это потом, видимо, подскажут нам Оу Кто-то кормил тут кошек? Это что, фотка там? Это, походу, фотка Я слышу поезд Вот, доски надо выбить Давай, быстрей Нифига себе Тут над каждой доской нужно будет вот так вот подождать Это как в лонг-дарк прям Хорошо Эти доски мы легко руками выламываем Значит, если вдруг станет очень опасно Мы выловим тут всё Кстати, а, это кто забил тогда? Кто-то здесь был до меня, видимо Что я тут должен найти? Мусор в раковину не бросать Погодите Я не понимаю, что здесь написано Мне нужно воспользоваться словарем Ходит легенда, что вблизи этого лагеря был приют для сирот И там жила странная девочка, которая боялась воды Она не мылась и не ходила на реку Однажды старшие девочки решили над ней посмеяться Связали ей руки и облили водой Она очень сильно испугалась и убежала Много дней её не могли найти И решили, что она мертва Но однажды ночью она вернулась в пижаме Вся мокрая и убила всех, кто над ней издевался После этого её дух В полнолуние появляется в ванной комнате Где я сейчас и нахожусь Страшно Слышали? Кто-то здесь есть А это что такое? 1946 Блин, ну кто-то здесь есть Уважайте труд уборщиц А это что? Кстати, а мы можем вот это перевернуть? Нет, мы не можем Блин, я не знаю, чего ожидать от игры Я просто видел там на скриншотах какую-то страшную женщину в пижаме Возможно, это тот самый дух Но это уже была женщина Не маленькая девочка никак Так, так, смотрите Я испугался и не знал, что этим всё закончится Я доверял и верил ей Моя подруга Аня, мне так жаль Прости меня за то, что не смог остановить это Я слышу, кто-то там елозит Да ладно, да ладно Что? Тут сходу барнормальщина начинается Ой, блин Это сзади меня кто-то пробежал? Вот здесь вот? Ой! Ладно Всё, хорошо Я понял, надо стрематься Пришло время, ребят Начинаем Раз, два Страшно Кролик Что за кролик? Прикольно, кстати, игрушка Нельзя взять Сейчас я повернусь Мухи начинают появляться Ты вонючий кролик Я так с опаской Котик! Котик! Два котика Ладно, немножко жутковато сделано Напоминает мне о старых деньках Когда мы ходили на всякие заброшки И стремались Либо ездили там на дачу к другу Какому-нибудь И сидели в ночи В одиноком домике Рассказывали страшные истории Обсирались Помню, когда я был в лагере Там нам вожатый Рассказал историю О чёрном пионере Чёрный пионер Это ты? О чёрном пионере Скорость имеет Нужно поискать свечи Это чёрный пионер Убивал всех Кто выходил за пределы лагеря Понятно, да? Для чего эта история была придумана? О, опять кролик Левый контроль, чтобы присесть Что это? Свечи Эти свечи будут полезны Когда наступит ночь Спасибо, кошки Опять этот кролик Мне не нравится Вот эта сирена Очень неприятно Хорошо, ребята нагнетают Мне нравится Просто Три комнаты И мы туда-сюда ходим И ждём Кстати, отсюда кролик исчез И ждём Что будет меняться Представляете, звуки какие-то Нужно найти зажигалку Или спички Понял Всё хорошо Это что такое? Это фонарь Это камера И И это Англо-русский словарь Он уже не нужен мне Так, а зачем мне камера? Я делал перевод некоторых русских книг В колледже И для помощи В переводе Да, использовал словарь Окей Нужно взять в руки Маленькое зеркало И встать напротив большого Чтобы получился коридор Сказать три раза Босоногая леди Покажи мне мою судьбу А я взамен отдам свои туфли Uh Uh Прикольно Вот этот коридор создать Это стремно Сирена Максимально неприятна Я ещё с Сэланд Хилл Приучился бояться сирен Ну пожалуйста Кажется, Евгений взбодрился Цель достигнута Можно выключать игру, наверное Ну, пожалуйста Спички, да, мне же спички нужны Что это? Что? Тохлая птица в туалете Оп, а это что такое? Это спальный мешок Он мне не нужен Я взял с собой спальный мешок, так как планирую провести здесь несколько ночей А, и спички, соответственно, где-то здесь должны быть Это что такое? Это пожрать Взять Одной консервной банкой можно покормить кошек Покормить кошек Ага, я тебя понял И можно еще покормить кошек У меня две консервные банки Ладно, пойдемте кормить кошек Вот Ммм, няма Кис-кис-кис-кис-кис-кис Кис-кис-кис-кис-кис Они должны прийти, да? Сейчас мне нужно пройтись куда-нибудь в одну сторону Вот сюда Раз И они уже будут здесь Нет Ладно Не жри мне с собой спичек Так, ладно, я еще в одну возьму Нет, пока нельзя брать Ведется расследование об исчезновении детей и сотрудников пионерского лагеря Юность Который был открыт в 1955 году под руководством директора Марии Анатольевны А Подозреваемый в этом деле ребенок, проживающий в этом лагере Имя Яков В его шкафчике были найдены улики жертв Что с ним случилось И где он находится сейчас, неизвестно Вот оно как Теперь у нас открывается новый смысл записок Там мы читали в этой газете про спутник российский Но, оказывается, не в этом был прикол Прикол в том, где бы найти нам спички Зажигалку или что-нибудь Зажигалку нашел Почему я до этого ее не видел, я не понимаю Вот она Ой, блин, страшно Мать, мать, мать Улетела туалетная птица Как так? Она притворялась мертвостью это время Слышите? Окей, пора зажечь Теперь я могу зажечь свечи Давайте зажигать Все Раскладываем наш спальник Вот сюда, пожалуй Теперь я могу разложить, да Готово Нужно готовиться к ночи Сейчас консерв с кошечками Отведаем И Будет прекрасно Ночь первая О, блин, вот сейчас начнется Я так понимаю Самая дичь А сколько всего ночей? Это, блин, игры в стиле Five Nights at Freddy's И тому подобное Я не хочу здесь быть Зачем вообще Тут тупо все Зачем мне быть здесь Смотрим Что? Что вот сразу Сейчас сходу Начинается О, мать Ладно Все окей It's окей А, опять птица пришла Вся в дерьме вымазанная Какого фига? Их тут несколько теперь Их три Аптечка Она по-любому понадобится Наверное Е А может быть и нет Почему тут дверь закрыта? Так Ну что, паранормальность Ты готова Показать мне себя? Явись мне Кто кладет это? Что с тобой? Почему? Бедный кролик Переломанный полностью Так Что я должен здесь найти? Здесь ничего Мне нужно воспользоваться словарем Я же взял Я же взял Пойдемте еще раз найдем словарь А мы видели эту записку? Да, мы видели Блин Неприятно Когда свет выключается Вот так вот Где мой англо-русский словарь? Что это? Англо-русский словарь Вот он Блин Жутко А может мне лечь спать просто и все? Нет О, ой, блин Ой, кто, кто, кто сочет? В окно В дверь? Вот призраки изощренные Зачем они делают вот так вот? Они начинают просто С каких-то стуков Они троллят и угорают А что если когда ты становишься призраком Вот ты вот от скуки вот этим занимаешься? Просто выдрачиваешь людей Блин, ну кто-то прям бегает над головой У меня все глупы пересохли Хватит Слушайте, тут прям По-черному меня пытается Черный пионер Это ты? Кролик Это все кролик делает Охренеть Чисто звуками отыгрывают Я боюсь Просто звуков Они со всех сторон на меня нападают Так, я хотел прочитать что-то В 1958 году К концу лета Родители звонили в лагерь Чтобы узнать Все ли в порядке с их детьми Но никто не отвечал Когда они приехали в лагерь Подождите, злые духи Я читаю Лагерь никого не обнаружили Только брошенные вещи и беспорядок Все местные жители Помогали в поисках пропавших детей Но все напрасно Вот так вот Мы читаем Когда мы хотим А теперь пойдем тебе пугаться Дверь закрыли Ну не тварили Меня тут запрали Но что я им сделал Я Я же не провинился никак Я вообще не имею отношения Никакого К этому всему Пожалуйста, откройте Бали Ну ладно Доски выбить не получится Ааа Что было? В меня Так Ой Погодите Девочка 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 Какая мерзкая девочка Обглотанная А А Это что мне По балде заехали чем-то Конец Я умер О нет Это Это все Это была первая ночь Мой бог Моя голова Аааа А Где мы? Как я здесь оказался Все Все Прощай то место Нужно найти Мои видеокамеры Очень сложно в этой игре, на самом деле, искать предметы. Они все такие... О, голубь! Наконец-таки нормальная птица. Кто-то ее прикармливает здесь. Кстати говоря. А, мой англо-русский словарь. Поздно ночью, когда люди уснут. Не нужно веселье и не нужен шут. Шут? Окей. И пустозвоны бубенцы и горечи полны глаза. Придворный не знает, что значит то веселье для шута. Решает шут, что хватит. И он в ту ночь, надев костюм печальный, отправляет двор... Отравляет двор и короля в душе тоска, но план тот не провальный. Не станет больше шут весельем для тебя. Прикольно. Хотя в целом это очень реалистично. Когда... Знаете, почему игры тренируют в тебе вот эту вот тупость? Ты большинство предметов, вот ты смотришь на это и просто такой, ну, просто предметы. Это все как НПС, знаете, которые нельзя заюзывать никак. Просто они есть и все. И поэтому ты ищешь всякие подсвеченные предметы, какие-то выделяющиеся, которые можно взять. Вот если бы изначально можно было брать вообще любой предмет, вот это было бы... Ты бы прямо чувствовал себя детективом, который следует. Каждое... Каждую просто полочку смотрит на все. Все имеет смысл. Мы, кстати, в том же самом коридоре. И это открыто, там я вижу кровь. Это что такое? Это тушка какая-то? Мы пока не можем туда пройти, но мы можем вернуться обратно. Моя видеокамера. И там записка? Смотрите, мой словарь, наконец-таки. Тебе здесь не рады. А, пока я тебе надо взять. Окей. Фух. Тот, кто ударил меня по голове, забрал свечи. Я должен выяснить, что здесь происходит. Окей. Что это? Окей. Куда я все записываю? Я какие-то заметки делаю, но нету ничего, чтобы я мог нажать и прочитать эти заметки. И консервную банку стырил, тварь! Не хватает предохранителя. Мы его потом найдем, я так понимаю. Ладно, и попробуем как-нибудь проломать эти доски. А, все, это можно сделать вот так вот. Я вижу даже следы, по-моему, читаю. А, это, наверное, с той стороны. Это с той стороны. Окошки съели консервушку? Да, съели. Хорошо, это радует. А, блин. Ё-моё, опять сломать доски. Все. Девочка. Твою мать. Нужно осмотреть эту комнату. Она где-то здесь. Непонятно. Я не вижу ее, но она тут. Предохранитель! Я возьму с собой коробку. Если что, ночью что-то пойдет не так, тогда я воспользуюсь лампочками для освещения. Хорошо. А это что? Ладно, пойдемте. Нужно отнести коробку к спальному мешку. Это... Это... это не человеческое тело. Окей. И девочка пить пристала. А-а-а-а-а! Блин! Что-то в движениях этого тела мне не понравилось очень сильно и вызвало дикий спазм в груди. А-а-а! А куда можно поставить? Все здесь. Твою мать! Почему я могу прямо сейчас воспользоваться? Давайте вот все вставим. Отлично. Включаем свет. Эм... Куда? Вот сюда нужно крутить одну лампочку. Но я не могу ее взять. Окей. Хорошо. Пойдемте еще раз в ту комнату и посмотрим, что там есть. Ну, здесь больше ничего нету. Кажется. О-о-о! А-а-а! Просто... Просто часы. Аллилуйя! Нашел, как включить свет. Вот так это делается. Прекрасно. А из чего он горит, собственно? А-а-а! Отсюда. Слышите? О! Что-то заиграло. Радио. Странная музыка для радио, да? Очень странная. Давайте выключим. Окей. Хорошо. Я, по-моему, сейчас пойду обратно. Меня напугают. Очень жестко настримают чем-нибудь, нет? Ладно, поймите обратно к нашему мешку спальному. Нужно лечь спать. Скорость умеет. Кто-то лампочки забрал, я вижу. Или нет? Нет, они все на месте. Мы их можем менять потом, да? Окей. Ну, давайте, я готов спать. Да, спать. Спать не спать. Выбор спать. Особенно сегодня я выбираю спать. Ночь вторая. Что ты мне преподнесешь вторая ночь? Часы становились 3.07. Ночи. О! Это уже традиция, да? Призраки появляются именно новых успехов в космосе. Окей, если вдруг что, да, я могу использовать эти лампочки. Хорошо. Собственно, что я должен теперь делать? Ходить и активировать триггеры страха сам? Жалко, нельзя просмотреть пленку. Вот что успела снять камера за 3 часа? Вот сюда, значит, я хотел узнать, в какую комнату пойти, я хотел вас спросить. Это я постучался или нет? Или мне постучали? Опять эта сраная музыка. Я не понимаю, я должен... я должен буду спасаться от кого-нибудь, сражаться с кем-нибудь. Слышите? Дверца скрипнула. Ладно, идем, не боимся. А-а-а! Евгений обосрался. И причем это было прям после того, как он говорил не бояться. Вот она! Вот она! Стоит! Что ты делаешь? Дождик ловишь язычком? Зачем? Мы в здании. Ты не поймаешь. Она исчезла! Труп исчез! Труп пополз куда-то. Туша поползла. Труп здесь? Призрак? Кто здесь? Дождь? Нет! Раньше этой шкатулки здесь не было. Отлично! Откроем! Заперто! Было бы интересно найти ключ! Надо найти ключ! У кого-то он должен быть. Давайте посмотрим. Ключ. Дышит! Туша дышит! Слышите? Перестала. Сдохла. А! Найн! Это... Это лампочка! В коробке были запасные лампочки. Вот это, смотри. Погодите. Я должен убедиться, что никого нету! Пойдемте за лампочкой запасной. О, мама! Теперь аккуратно не уронить лампочку. Смотрим через камеру. Через нее как-то спокойнее, не знаю. Слева, слева, слева! А! Это что? Это водится? Кто-то ссыт прямо в унитаз! А, нет. Это протекает. Все, 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 перестало течь. Хорошо. А! Кто это? Да что-то вечно отвлекается. Что это за шкатулка? Еще одна? О, нет. Видите, что-то капает сверху. Блин! Вот оно прикольно. Привет звонку. Привет проклятию. Так, а что я уронил ее? Я уронил шкатулку. Блин. Она исчезла. Этот призрак просто поставил шкатулку, чтобы напугать меня. Вау! Что? Что это? Ты что такое? Какое-то пьеро. Понимаете, отпинаем его, нет? Он как бы дал нам понять, что не светит мне тут ничего хорошего. А! Блин! Какого хрена? Я не ожидал. Все, давайте надо включить. Вторая лампочка где? А, не могу, они потухли. Они даже потухли неподключенными. И что теперь делать? Типа я не могу, да, больше? Ладно. А-а-а-а! Кажись, я понял. Да господи, кто это? Что за мягкие игрушки бегают? Что за прикол вообще? Хватит дышать. Так, надо включить. Включить нельзя. Паль. Прямо тут? За шкафом? Смотрите. Записка. Однажды в лагерь приехала девочка с мягкой игрушкой зайца. Она везде с ним ходила и даже спала. Ребята над ней начали издеваться, что она как маленькая приехала со своим любимым зайкой. И подшучивали над ней. Даже директор просила спрятать зайца в шкаф, чтобы не было разногласий среди сверстников. Девочка послушала ее и убрала зайца в шкафчик. И в наступившую ночь заяц ожил. Он обиделся на свою хозяйку и на тех, кто над ней издевались. И ночью всех задушил. Вот такие вот дела. Такая история. Так, давай, Евгений, обрастай толстой кожей прямо сейчас. Ибо тебя хотят пугать. Молодец, молодец. Не засал, не закричал. Директор пионерского лагеря юности Мария Анатольевна. Ага. Все. Это я читал. Что было сейчас? Что было сейчас? Признавайтесь. Так. Давайте поговорим по-серьезному. Что происходит? Что я сделал? Ладно. Хорошо, 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 хорошо. Евгений справился с ужасом. Он, правда, весь в дерьме теперь сидит, но он справился. Как справиться с этим несчастьем? С помощью этого ключа я могу открыть шкатулку. Отлично. А, кто здесь был? Это кролик. Был, да? Все еще он бегает здесь. Шалит. Шалун. Он такой маленький озорник. Немножко решил пошутить над Евгением. Но Евгений не прост. Он продвигается вперед. Он открыл гребаную шкатулку. Продвинулся дальше. Дорогой дневник. Сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовлюсь к этому три года для того, чтобы это лето было для меня особенным. За эти дни я воспитаю в них настоящих людей. Но и они мне очень помогут. А чем? А как мне перестать читать? Я прочитал. Я закончил. Все? Ночь 58-го. Погодите. А-а-а. После сильной грозы в здании нет света. Взять. Это не я. Это другой человек уже. Это как бы прошлое. Видите, лагерь еще выглядит очень прикольным. Зачем портишь? Зачем портишь? Типа на партах не рисуй. Стул задвинуть. А-а. Я как это последний заведующий вожатый. Да, кто-то нашел и спрятал мой ключ от сейфа. Вот тварь. Я привожу все в порядок. Ставлю стулья на место. Мне очень дорог этот лагерь. Я хочу, чтобы все дети выросли настоящими. Человеками. Я сделаю из них человеков. Ребята, ваша шалость с огнем приводит к пожару. Вот это правильно. Будь чист, опрятен пионер. Показываю во всем пример. Очень хорошо. Слышите? Кто-то поет. Ну-ка, давай, кто-то поет. Ой. Дети и воспитатели спят. Не буду их беспокоить. Ни хрена себе спят. Там что-то упало только что. Шумом. И кто-то поет. Естественно, делаем вывод, что они спят. Слышите этот звук часов. Этот звук часов, он меня как будто отсылает в старые времена, когда я к бабушке ездил. И там эти настенные часы огромные посреди ночи. Тик. Так. Тик. Так. И невозможно избавиться от этого звука. Ты пытаешь его игнорировать, но он все громче и громче становится. Почему летний лагерь делают в лесу? Это же супер страшно. В лесу детям гораздо легче потеряться. Если бы это делали в городе, где есть указатели, все было бы, мне кажется, очень просто. И хорошо. А это что? Кто, точнее? Врачи ставят неправильный диагноз Ване. А ему нужно сделать пересадку сердца. Только это может помочь. У меня уже нет сил с ними бороться. Мы приняли решение больше к ним не обращаться. Я вылечу своего сына сама. Чего бы мне это не стоило. Как? Жутко. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ней. Она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить. Предупреди всех. У нас мало времени. Пока я спрятал ее ключ у себя в шкафу, мы можем успеть. Помоги мне. Вот засранец. Яков, да? Это же Яков. Я же его шкафчик открыл. Но тем не менее, мне не дали там посмотреть ничего. А. Понятно. Он сам открывается. Я как будто бы в каком-то с ней нахожусь, если честно. Так. Ключ от сейфа. Наконец-то. Маленький засранец. Говнюк. О, блин. Кто это сделал? Кто этот звук издал, а? Ну, перестать. Я вожатый. Я директор. Что из нас тут? Воу. Мне нужно распылить сонный газ, чтобы все детей могли перенести в госпиталь на операцию и потом вернуть обратно. А. Нифига себе. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем в приюте для сирот. Тогда я действовал неосторожно, и на меня поступила жалоба. Директору пришлось закрыть приют. Меня отстранили от медицинской деятельности. Сейчас я не допущу такой ошибки. Ведь о нашей договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. А Алексей Сергеевич поможет привести операцию по пересадке сердца Вани. По всем показателям из медицинской карты, Яков идеальный донор. Я подстрою несчастный случай, и его никто не будет искать. Типа, эта женщина, лишь бы своего сына сделать, вылечить, в смысле сделать своего сына, она вот такую хрень замутила. Фильтр отсутствует, а стекло разбито, блин. В лагерь приехал особенный мальчик, Яков. У него нет родителей и родных, и он стал моим любимцем, ведь он так похож на моего сына Ваню. Как же я хочу его увидеть. Яков хороший мальчик, хоть и не говорит, но он все понимает и делает все, о чем я прошу. Днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы раньше работали. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал, Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают страшилки, пока вожаты укладывают их спать. Это может их отвлечь. Окей. Судя по всему, мне нужно найти новый противогаз. Какого дьявола? Эй, нужно поставить газовый баллон под дверь и вернуться в класс. Давайте поставим. Какого? Окей, давайте возвращаться в класс. Что? Что? Эй! Эй! Какого фига? Нет! Пожалуйста, совершайте ошибку. Где мой противогаз? Ааа! Блин. Ну я не знаю, ну все. Стоим, терпим. Это было видение, в общем, такое вот страшное. Фух, это крутая игра, мне очень понравилось. И я думаю, надо будет поиграть в нее разок еще раз. Но это уже зависит от того, что вы скажете, друзья. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Поставьте побольше лайков, да я пойму, что вам зашло. Также пишите комментарии о том, насколько вам зашло. Типа, супер зашло, превышает. Или очень превышает. Или прям супер круто, мега превышает. В общем, пишите все. Постараюсь отвечать на самые прикольные комментарии. Сходите вот сюда на этот сайт. Тут комиксы я делаю свои. Бесплатно можете прочитать. Ну если хотите, можете и купить даже. Вот такие дела. С вами был Юджин, как я уже сказал. И все... Субтитры сделал DimaTorzok